в предыдущих уроках мы сделали с вами что персонаж стоит и двигает ногой под музыку и если вы повторяли то что мы делали предыдущих уроках у вас есть данная сцена если нет то данную сцену вы можете скачать из описания ниже под данным видео а теперь давайте рассмотрим что мы еще можем сюда сделать и мы добавим еще движение на другие части тела и также рассмотрим наш экспрессион и для чего у нас здесь вот эти фигурные скобки и фигурные скобки позволяют нам добавить какое-то второе действие 3 и так далее сколько угодно просто в новой строчке если нам нужно только одно действие подъем ноги то можем эти фигурные скобки убрать давайте мы их уберем нажмем edit и посмотрим наше выражение работает вот но мы сейчас хотим добавить сюда вращение ноги чтобы не только нога поднималась но и немного поворачивалась поэтому мы возьмем скопируем эту строчку нажмем enter tab control в ставим еще одну строчку и теперь мы хотим повернуть по какой оси мы будем поворачивать давайте посмотрим я взял инструмент ротейт и смотрю что я хочу поворачивать по иксу красная ось это x и тогда сюда я вставлю просто ротейт x напишу вот так пишем x и это как бы все что нам нужно но если мы посмотрим на наше выражение то rt leg ty да эти 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 переменные до или это переменная 1 она у нас получает значение от 1 до минус 1 до и здесь им это все еще сдвигаем просто вверх поэтому вращение будет очень слабая она будет от 1 градуса до минус 1 градуса мы его практически не заметим если мы нажмем edit и нажмем воспроизведение то сейчас мы не видим как нога или стопа вращается потому что действительно это вращение происходит в радиусе 2 градусов мы хотим это все увеличить и мы возьмем увеличим это скажем на 20 да и мы можем переменные дальше как-то изменять просто опять же добавляя умножение деление и так далее нажмем edit и мы видим что нога уже повернулась и посмотрим как это выглядит ну вот это уже выглядит лучше но я бы хотел сделать что она не просто так поднимается и поворачивается что есть какая-то разница вращения стопы поэтому мы создадим еще одну переменную значит что мы сделаем это скопируем вот эту строчку вставим ее еще раз и теперь у нас будет не лег да они нога а foot вот так и это у нас будет rotate x не translate y а rotate x и что мы здесь делаем это на данный момент мы это оставим не ничего с этим делать не будем я только изменю ниже саму переменную вот так нам нужно кстати еще все еще раз все вот это вот выражение от если потому что мы не хотим чтобы она поворачивалась тогда когда нога будет снизу или знаете что на данный момент даже не в этом нет необходимости я думаю что мы справимся пока что заменив только переменную здесь вот так и теперь мы здесь умножаем на 20 мы сразу же можем это значение умножить на 20 здесь потому что мы здесь умножаем на единицу здесь умножим на 20 сдвигать какой-то все делать мы не будем нам это не нужно или хотя да да мы наверное все таки сдвинем этот оффсет мы его сдвинем точно также на 20 мы хотим чтобы только в минус шло хотя давайте пока без оффсета нажимаем edit посмотрим что происходит да очень сильно так будем уменьшать да нам нужно сдвинуть оффсет давайте плюс 2 edit еще немножечко плюс два с половиной давайте тогда не плюс 2 плюс 1 посмотрим что это нам даст пойдем в начало чтобы посмотреть а наверно тогда мы будем сдвиг делать в обратную сторону минус 1 и вот так вот подбираем то что нам как бы те значения которые нам нужны не совсем то что нам нужно тогда а смотрите мы же не убрали отсюда умножить на 20 так все нормально тогда мы делаем здесь умножить на 20 я здесь пропустил ну вот хорошо так посмотрим что у нас во вращении а еще у нас остался какой-то сдвиг и это осталось из-за того что у нас здесь да если нога не выше мы говорим что ну если нога находится ниже нуля мы говорим что она равна нулю но мы не говорим ничего такого для стопы поэтому мы должны сюда давайте откроем здесь фигурные скобки так и добавим сюда еще одно условие так вставляем эту же строчку и мы хотим сказать что у нас будет airfoot равно нулю вот так нажимаем edit ну вот красиво причем последние кадры еще красиво получается что нога приземляется и тогда оп видите она хлопает носком по земле получается как бы такой ворлапинг да захлест или запаздывание движения ну вот если у вас будут всего лишь по одному условию тогда эти скобки фигурные можно не ставить а так мы их ставим нравится данное видео тогда приглашаю вас на мои курсы в онлайн школе сегитериан это двухмесячный курс основы 3d анимации и 9 месячный курс анимация персонажей ссылки на эти курсы вы найдете в описании к данному видео со стопой мы разобрались и в следующем видео возьмем и добавим движение на таз потому что таз он двигает за собой все тело и у нас сразу анимация живет и это сделаем в следующем уроке а так если по этому уроку есть вопросы или комментарии пишите их внизу под данным видео ставьте лайк если видео вам понравилось и подписывайтесь на наш канал чтобы получать оповещения когда у нас появятся новые похожие видео увидимся в следующем уроке